Продолжение следует... На вечернем проспекте. Кинезиология. Если переводить с латинского, кинезис – это движение, логос – это наука. Соответственно, кинезиология – это наука о движении. Но кинезиология разбирает не только движение со стороны опорно-двигательного аппарата, со стороны скелетно-мышечной системы, насколько гармонично выполняется движение, насколько оно неправильно выполняется. Например, как работает рука, как работает нога, свободно ли движение в позвоночнике или наоборот ограничено. Это более расширенное понятие, и она изучает более глубокие процессы, в том числе и работу внутренних органов, обмен веществ, если по научному метаболизму. Также эмоциональное состояние, психологический компонент и обмен энергиями, потому что у человека внутри тоже присутствует обмен энергии. И когда возникает болезнь, блокируется движение как со стороны скелетно-мышечной системы, так и со стороны обмена веществ внутренних органов. То есть блокируются процессы со стороны метаболизма, со стороны процессов обмена веществ. Могут быть эмоциональные какие-то блоки, и также блоки со стороны энергии. И кинезиология, она чем занимается? Она позволяет организм адаптировать к различным влияниям со стороны внешней среды. Это могут быть влияния как механические, так и стрессовые влияния со стороны эмоциональных и информационных факторов, пищевые какие-то нагрузки. Задача кинезиолога именно приспособить организм к различным вот этим воздействиям. Скажите, молодая ли это наука? Давно ли она появилась? Эта наука, она появилась в 1964 году. Официально ее основоположник это Джордж Гудхард. Это американская наука, и он впервые выявил реакцию со стороны мышечной системы. То есть, как мы дальше уже поговорим с вами, что мышцы, они определенным образом реагируют на различные воздействия. И с помощью мышечного тестирования, основной диагностической процедуры в кинезиологии, можно определить определенные нарушения в организме. Хорошо, давайте вот тогда разбираться. Есть классическая медицина. Кинезиология – это не классическая медицина, это что-то отдельное. Чем она отличается, расскажите, от классики? Классическая медицина при всех ее достижениях в области коррекции, лечения, каких-то экстренных состояниях, острых, неотложных, жизнеугрожающих состояниях, к сожалению, классическая медицина, она не научилась правильно, грамотно работать с хроническими состояниями. Зачастую все сводится к тому, что мы лечим симптомы, но при этом не заглязаем глубже и не видим, почему эти симптомы развились. Например, если у человека длительное время возникает какой-то хронический болевой синдром, то человеку предлагается выпивать обезболивающие препараты, миорелаксанты, то есть препараты, расслабляющие мышцы, физиопроцедуры, возможно, массаж. Но, к сожалению, это все, еще раз повторяю, это все снимает лишь симптомы. До поры до времени, по-моему, до поры до времени, да. И, а порой даже и не снимает, а еще и усугубляет картину. Зачастую приходят пациенты, которые длительное время принимают эти препараты, и огромный токсический эффект эти препараты оказывают. Ну, то есть обезболивающие пьют, пьют, становится хуже, ну, живот болит, условно говоря, да, потому что можно сорвать, конечно, желудок, живот и все на свете. Да, могут возникать побочные эффекты, да, в виде язвенных процессов, если уж совсем далеко заглядывать. Но самое главное, что корректируя симптомы таким образом, мы забываем о том, что организм с какой-то целью, вот у организма эти симптомы, они появились с какой-то целью. И обезболивая их, организм формирует порочный круг. Например, если у человека заболела поясница, мы обезболили, а поясница, она не выдерживает нагрузку по какой-то причине. То есть боль-то неспроста появилась. Соответственно, через какое-то время у человека начинает болеть шейный отдел позвоночника, начинает болеть плечо. На фоне приема вот этих обезболивающих препаратов с целью как-то скорректировать работу поясничного региона. Если у вас заболела поясница, уважаемые слушатели и зрители, потому что мы ведем прямой эфир, в том числе на YouTube-канале Вечернего проспекта, вы смело звоните, пишите, точнее, в WhatsApp 8-985-171-69-33. 8-985-171-69-33. Задавайте вопросы. Я напомню, что Александр Березовский сегодня у нас в гостях, врач-невролог и кинезиолог. Я все-таки выговорил это слово, хотя оно не просто дается мне. Ну что ж, мы продолжаем нашу беседу. Я напомню, Александр Березовский, врач-невролог, кинезиолог сегодня у нас в гостях. Мы уже выяснили, в общем-то, что кинезиология – это медицина нестандартная, не классическая, скажем так, да? Да. Чем она отличается, тоже я, в принципе, в целом понял. Ну вот, смотрите, Александр, вы утверждаете, я у вас прочитал на странице в Instagram. Кстати, как вас там найти-то можно? Расскажите слушателям. Собака, кинезиолог, пробел, берц. Берц. Да, берц, березовский. Березовский. Вот, заходите, уважаемые слушатели. Так вот, в Instagram я нашел, что Александр может вот так вот посмотреть на человека и сразу, условно говоря, поставить диагноз. Ну, Никита, на самом деле не все так просто. Да, с помощью кинезиологии можно много оценить и глядя на человека. В частности, кинезиология использует несколько инструментов для своей диагностики. Эти инструменты, они направлены на то, чтобы оценить язык тела человека. Основоположник кинезиологии Гудхарт, он говорил неспроста, что язык тела, он никогда не врет. Главное ему задавать правильные вопросы. И да, один из инструментов – это действительно визуальный осмотр. То есть, кинезиолог ставит человека перед собой, затем его сажает, и он может оценить состояние человека стоя, потом сидя. Например, можно оценить, что одно плечо у человека выше другого. Когда он садится, эта разница, она уходит. Плечи становятся симметричными. Это говорит о том, что тело почему-то не выдерживает стоячую нагрузку. Возможно, есть проблемы со стороны нижних конечностей. И есть такое подозрение, что у человека может быть боль в надплече со стороны поднятого плеча. А если голова еще и наклонена в ту же сторону, где приподнято плечо, соответственно, это говорит о том, что, скорее всего, есть спазм трапециевидной мышцы. То есть, могут быть как головные боли, так и боли в плечевом суставе. Можно также визуально оценить состояние, например, объема мышц. Но самое показательное – это ягодичные мышцы. Например, одна ягодица, она может по объему быть меньше другой. Ягодица – это основные мышцы, которые управляют движениями таза и стабилизируют его. Если одна ягодица не включается в работу, если она расслаблена по какой-то причине, это будет перегружать тазовый регион. И будут возникать нарушения как при ходьбе, так и в сидячем положении. Могут возникать как болевые синдромы в поясничном отделе позвоночника. Так это может свидетельствовать о том, что есть сдавление, например, седалищного нерва. И у человека могут быть боли как в пояснице с прострелом в нижнюю конечность. То есть, ягодичная мышца – это как индикатор того, что есть проблемы со стороны именно сдавления нерва в поясничном отделе. Ну, я можно расскажу, что мы уже медосмотр такой небольшой сделали? Я прошел медосмотр, потому что, признаюсь вам, дорогие друзья, что болела спина, как-то, не знаю, сорвал спину или что-то в этом роде. Занимался спортом, потом в один прекрасный или не самый прекрасный день я встал как-то неудачно и понял, что вот такой был звук примерно. Ну, то есть, что-то не то. Неделю примерно эта история продолжалась. Александр меня осмотрел и пришел к выводу. Дал какие советы? Он пришел к выводу, что у Никиты у него спазмирована квадратная мышца поясницы. Она отвечает за боковые наклоны позвоночника, а также может участвовать в разгибании в поясничном отделе. Но причиной этого спазма она послужила, как раз-таки, скорее всего, большая ягодичная мышца, которая у Никиты была расслаблена. И, как я потом задал уточняющий вопрос, Никита что-то мог поднять, мог переразогнуть спину. И, соответственно, ягодица не включилась, не зафиксировала тазовый регион, и у него возник спазм вот этой квадратной мышцы. Я порекомендовал помассировать самостоятельно дома вот эту большую ягодичную мышцу, которая была исходно расслаблена. Не, но у меня есть, на самом деле, люди, которые с удовольствием помогут помассировать эту мышцу. Вот я сейчас имею в виду жену, конечно, в первую очередь, ей, наверное, будет неплохо, да и мне приятно. Я думаю, да. Вот, я еще призываю всех наших слушателей и зрителей задавать вопросы, если у вас что-то болит, не дай бог. Кстати, вы можете вот такие консультации давать онлайн, по телефону, по СМС, сообщениям? Я не приветствую дистанционно, потому что, ну, все-таки кинезиология – это врачебная специальность, и нужно видеть человека, чтобы детально все оценить, определить. Вот давать советы на расстояние, что у человека случилось, да. Я, бывает, сталкиваюсь с такими вопросами, бывают и друзья, и родственники спрашивают дистанционно. Я все-таки стараюсь приглашать человека и уже там оценивать состояние. Ну, то есть, условно, вы можете дать какую-то консультацию, но все равно необходимо прийти к вам, чтобы вы осмотрели человека, осмотрели пациента. Можно предположить по сообщению о какой-то клинической картине, о каком-то симптоме, о том, на что обратить внимание. В каких-то экстренных случаях можно порекомендовать человеку, ну, скорую вызвать, да, если что-то насторожило. Ну, да, потому что человек не всегда может прийти даже. Да, или, да, обследоваться, сделать, в крайнем случае, там, рентгенографию или МРТ или УЗИ, если что-то, опять же, меня насторожит. Да, и потом уже вот с готовыми обследованиями уже прийти на консультацию, да. В моем случае, вот какие лекарства вы мне можете рекомендовать, кроме массажа? Ну, это не лекарства, понятное дело, вот какие-то лекарства, какие-то мази. Чем мазаться там, какие таблетки принимать? Поскольку у вас ситуация, она такая, можно сказать, подострая, то есть вы недавно совсем спину травмировали, то я бы рекомендовал, ну, помимо массажа, если вы самостоятельно вот хотите решить вопрос, и нет вот таких вот угрожающих каких-то ситуаций, живот там, например, не болит или в ногу не отдаёт боль, то можно, в принципе, использовать разные обезболивающие мази. Я рекомендую травмель-С, например, мазь, которая снимает отёк, улучшает кровообращение и снимает вот этот воспалительный процесс. Также постепенно нужно будет учиться ходить правильно, потому что и расслабленная ягодичная мышца, она приводит к тому, что шаг укорачивается, и, опять же, тело, оно получает избыточную нагрузку. Александр, то есть я ходил неправильно до этого? Получается. 40 лет своей жизни я ходил неправильно? Я думаю, что не 40 лет своей жизни, но в какой-то момент вот эта ягодичная мышца, она оказалась расслабленной. Ну, да, не 40, я в ноль не пошёл, естественно. Может быть, несколько лет, может быть, совсем недавно. Но факт остаётся фактом, что ягодица по какой-то причине не работает, и ягодичная мышца, она также участвует в ходьбе. Это основная мышца, которая отвечает за вынос ноги вперёд. И если она не своевременно включается в работу, то, соответственно, шаг будет короче, и это будет перегружать другие мышцы. Ну, и, кстати, наверное, ну так, по большому счёту, к вам, как специалисту, нужно ходить постоянно, и вы тогда будете давать советы, в том числе и как правильно ходить. Я бы не сказал постоянно. У меня нет задачи привязывать пациента как-то к себе, потому что я считаю, что это неправильно. Да, как техосмотр я бы рекомендовал проходить. Медосмотр как техосмотр, да? Медосмотр как техосмотр, да. У нас такой жаргон среди врачей, как у автолюбителей, да, техосмотр. Также и техосмотр, даже если всё в порядке у человека, я бы рекомендовал раз в полгода обращаться к кинезиологу, поскольку действительно можно выявить с помощью кинезиологии те нарушения, которые ещё не покажут ни анализы крови, ни данные рентгенографии, ни данные МРТ. А по нарушениям работы мышц можно многое сказать об организме в целом. Давайте ещё поговорим на тему всё-таки как часто, раз в полгода может быть, а кому-то вы говорите, что раз в жизни как минимум. Но давайте об этом поговорим после нашей музыкальной паузы. Продолжаем наш разговор. Я напомню, Александр Березовский, врач-невролог, кинезиолог, сегодня у нас в гостях. У нас решаются параллельно такие важные моменты технические, паспорта там к серии. Всё замечательно. Александр, я вас спросил, вот точнее вы утверждаете опять же в Инстаграм, как я посмотрел, что нужно хотя бы раз в жизни обратиться к кинезиологу. Хотя бы раз в жизни. Многие вообще вот сегодня впервые узнали, кто такой кинезиолог, что это за врач такой. А вы говорите раз в жизни, и если уж обратился, то потом раз в полгода, опять же вашими словами, техосмотр нужно проходить. Он же медосмотр. Почему раз в жизни? Вообще вот для чего, если всё нормально, если ничего не болит, голова не болит, нога не болит, живот не болит, я к врачу не пойду. Я не прав? Я согласен с вами, Никита, что, ну зачем порой действительно мысли такие возникают, вроде всё хорошо, а потом как петух, знаете, клюнет, вот тогда уже нужно собираться. Игром грянет. Игром грянет, да. И тогда уже нужно что-то делать. На самом деле я считаю, что кинезиологу действительно хотя бы раз в жизни нужно показаться, поскольку зачастую в организме формируются нарушения не тогда, когда появляются симптомы. То есть они появляются намного раньше. И по обследованиям, по анализам крови, по данным рентгенографии, то есть по данным магнитно-резонансной томографии, ультразвукового обследования и так далее, можно сказать, да, действительно, всё хорошо у вас. Там возрастные, в рамках возрастных изменений, всё в порядке. Но на самом деле нарушения функции, вот эти обследования, они не покажут. Рентгеновские обследования, МРТ, как мой учитель говорит, это памятник пережитым событиям. И нарушения функции, они, к сожалению, не показывают, что в данном человеке здесь сейчас происходит, какие процессы возникают в организме. И позволяют именно методы кинезиологии оценить состояние функции вот с помощью мануального мышечного тестирования. И проще действительно оценить вот это состояние и выявить какие-то скрытые нарушения в организме, чем ждать появления вот этих симптомов и потом бороться, бороться с ними порой и длительное время. То есть лучше я бы рекомендовал всё равно к врачу-кинезиологу с этой целью обратиться, хотя бы с целью диагностики, чтобы знать свои слабые места и чтобы потом с ними уже грамотно и тщательно работать. В каком возрасте лучше это сделать? У меня вот какой вопрос возник. Вопрос хороший, поскольку сейчас болезни молодеют. И я, поскольку работал некоторое время в спортивной клинике, мы работали с детьми-спортсменами, с детско-юношескими секциями различных видов спорта. Ну сколько детишкам было? От 7 до 18 лет. Я скажу, что много детей испытывают действительно уже болевые синдромы, имеют по обследованиям уже и грыжи, хотя казалось бы, раньше там лет 20-25 назад, ну людей у детей такого возраста это не выявляли. Детишки вот испытывают уже какие-то психологические нарушения. Это из-за перегрузок в основном? Или это вот эти спортсмены потому что? В том числе да, мы про спорт тоже поговорим, это отдельный вопрос. Тут много факторов, факторы стрессирующие, потому что мы живем в мегаполисе, город огромный, город давит постоянно на любой организм. И ежедневные вот эти стрессирующие нагрузки в виде психологического компонента, в виде механического компонента, информационного компонента. То есть условно дети в городе, они менее здоровые, чем дети в деревне? Да, да, однозначно. Увы. Однозначно, увы, конечно. Это и экология, это информационная нагрузка, это и сбой в энергетическом поле, потому что как ни крути, все эти электромагнитные приборы, они влияют на наше состояние. И все это в совокупности, оно, конечно, очень сильно воздействует на организм, и тут дело просто времени, когда организм даст сбой. Конечно, бывают исключения, когда организм действительно сильный, ввиду ряда причин, и человека длительное время, вплоть до старости, ну, можно сказать, при него практически... Здоров от природы, такое бывает? Бывает, бывает, но очень-очень редко. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что болезни, как повторюсь, они молодеют, и все, раньше-раньше люди приходят на прием, но опять же, к сожалению, из-за того, что у них что-то заболело, и порой они доходят до кинезиолога спустя, там, пройдя 10 кругов, условно говоря. Возвращаясь к моему вопросу, все-таки лучше обратиться, чем раньше, тем лучше или нет? Да, да, я бы рекомендовал обратиться, вот хотя бы знать свои основные какие-то... То есть, условно, лет там в 15-17? Да, да. Особенно, если ребенок занимается спортом? Да, да, потому что кинезиолог, он зачастую, это человек, который имеет специальность либо ортопед, либо невролог, он также может оценить и осанку человека, зачастую люди даже не знают, что у них там сколиотические изменения. Не знают, на что им акцент делать, на какой вид спорта, например, как им ходить, как им дышать правильно. И с помощью кинезиолога действительно можно потом самостоятельно решать вот эти вопросы и на долгое время уже обеспечить себе хорошее самочувствие. В столице 17 часов 30 минут, продолжаем нашу беседу. Александр Березовский, врач-невролог и кинезиолог, сегодня к нам пришел на программу. Очень приятная беседа, уже слушатели, кстати, говорят, что замечательно все, отзывы положительные. И к вопросам мы еще вернемся, 8-9-8-5-171-69-33, номер для WhatsApp-сообщений. Вот можете задавать вопросы, Александр, я думаю, с удовольствием ответит. Мышечное тестирование. Я видел там пост у вас в Инстаграм. Что это такое? Как тестировать? С помощью мышц вы приходите, приборы какие-то или вы сами личные? Нихита, уважаемые радиослушатели, что такое мышечное тестирование? Это основной из инструментов кинезиологии. Как я перечислил, есть инструмент, оценивающий состояние человека, это визуальный осмотр. Еще я не договорил оценка движения, как человек ходит, как человек перемещается, потому что по движению можно оценить, какие мышцы, например, человек перегружает, какой ему можно поставить диагноз. Ну, условно, я извините, что перебиваю, вот пришел к вам пациент, вы говорите, пройдитесь, да? Или как это происходит? Зачастую, да, прошу пройтись. Или, например, когда я вижу, как он идет до моего кабинета, например, нога как-то в сторону вращается, как-то не носок вперед, а вот носок как-то кнаружи уступает. Я сразу такое предполагаю, да, возможно, здесь есть нарушение со стороны поясничного отдела позвоночника. Например, если он руку как-то поднимает неестественно, при этом поднимается над плечи. Соответственно, я могу подумать, что у него боль в плечевом суставе. То есть вот такие вот диагностические штуки, они очень показательны и могут оценить, могут показать действительно нарушения. Что касается мышечного тестирования, это основной инструмент в кинезиологии. Собственно, на него и идет акцент уже после визуального осмотра, после оценки движений, ходьбы. Мышечный тест, что это такое? Это оценка способности мышцы противостоять определенной нагрузке. Вы вот не говорите терминами так сложно, мне хочется попроще. Я пришел к вам условно на прием. Вы мне говорите, напрягите там вот эту мышцу, да, или что? Да, я прошу пациента, вот ставлю руку, например, и рука пациента... Давайте я поставлю, куда что-то. Вот ваша задача просто слегка давить рукой вверх, давить вверх, да, и удерживайте руку. И удерживайте. Вот видите, у вас не держится рука. Что это значит? Это значит, что сила у вас хорошая. Я вижу, что руки... Спортсмен. Спортсмен, руку поднимаете, все хорошо. Отпеченный школой руку научился поднимать, конечно. Но мышцы не может сопротивляться моей нагрузке. То есть я руку поставил в виде барьера. Я прошу человека надавить на мою руку. Если я оцениваю свои ощущения, свою чувствительность, если рука человека напрягается, если она может моей нагрузке сопротивляться, тогда мышца в работе. То есть тонус мышцы хороший. Я оцениваю не силу мышцы, не способность ее сокращаться, а именно тонус. Тонус – способность мышцы именно противодействовать вот этой вот нагрузке моей. Если тонуса нету, значит, скорее всего, есть какие-то нарушения в организме, которые... То есть у меня есть нарушения в организме? Да, да. Ну вот, понимаете, я думал, что я здоров. Вот теперь вы со мной встретились, я понял, что я болен. Ну, я бы так не был категоричен. Просто есть определенные нарушения, с которыми нужно работать. И мышечный тест, он позволяет выявлять вот эти нарушения в организме. Да, я не обязательно тестирую руку, в зависимости от того, с чем человек приходит. Если болит, например, поясничный отдел позвоночника, да, я могу оценить общее состояние через те же руки, как у человека возникает сопротивление к различным нагрузкам. Но потом перейду вот на этот значимый регион, на поясничный, с которым он пришел, собственно, с жалобой на который. И тогда уже оцениваю состояние непосредственно мышц поясничного отдела позвоночника. И было выявлено, что мышцы не только связаны между собой, не только получают питание от нерва и зависимость, соответственно, от него. То есть, например, мы берем самый известный седалищный нерв. И на самом деле все, точнее, практически все мышцы нижней конечности, они получают питание от этого нерва. И через оценку мышечного тонуса можно оценить, пережат ли этот нерв или нет, через вот эти мышцы, которые получают питание от этого нерва. Ко всему прочему, еще есть определенные взаимосвязи между мышцами и внутренними органами. Это еще было доказано учеником Павлова Ивана Петровича. То есть, это еще когда был? Еще когда, еще в Советском Союзе. Вот мы все про американцев говорим. Давайте про наших, конечно. Давайте про наших. Да, еще в Советском Союзе, когда на собачках ставили эксперименты. Да, помню, конечно, собачку мучить. Я помню, да? Когда на желудке делали операции, ученик Павлова Магендовича, он выяснил, что у собак начали разъезжаться передние лапы. Причем это не у одной, не у второй, а у всех. У всех, практически у всех, да, у которых были проведены определенные оперативные вмешательства. И он тогда подумал, что внутренние органы определенным образом влияют на состояние мышц. Так были выявлены висцеромоторные взаимосвязи. То есть, влияние внутренних органов на состояние мышечной системы. И есть и обратная связь. Мышцы также могут влиять на состояние внутренних органов. Поэтому все вот эти компоненты взаимосвязи между мышцами, между нервами, от которых получают мышцы информацию, от внутренних органов, плюс к этому еще состояние нервной системы, то есть эмоциональные факторы, подверженность к каким-то стрессам. Это все очень сильно влияет на состояние человека в целом. И на проявление каких-либо болей. Например, человек получил сильный стресс. И у него крутится вот эта мысль, он никак ее не отпускает. Что, ну, с кем-то поругался, там, например, с начальником на работе. У него вот эта мысль крутится, он никак ее не может отпустить. На протяжении дня день проходит, второй проходит, третий день проходит. Ничего не получается, все это мысль крутится. Зачастую, когда мы испытываем стресс... Не, подождите, вот стресс влияет на мышцы? Конечно, конечно. То есть у меня может болеть мышца, потому что я поругался с начальником? Может, может такое быть. Все понятно. Имейте в виду. А я думаю, что у меня болит? Имейте в виду, Никит. Александр Березовский, я напомню, сегодня в гостях у нас это врач-генезиолог и невролог. Вот что первичное, что вторичное? Невролог? Невролог. Невролог сначала, потом кенезиолог. Мы... У нас есть, кстати, сообщение от слушателя, поэтому ответите на вопрос, но после песни. Отлично. Агентство недвижимости «Вечерний проспект», 8-499-110-04-30. Вот в Москве, но я думаю, что в других городах, где нас слушают, они знают, сколько там время. Можно прибавить, можно убавить. Мы сегодня говорим с Александром Березовским. Это врач, это невролог и кенезиолог, который у нас в гостях. И вот, я не знаю, к вам этот вопрос или нет, по поводу спортивной ходьбы. Как вы одобряете или нет, помогает она или нет? Вот такой вопрос от слушательницы Лиды. Лида, большое спасибо за вопрос. Скажу так, что любое спортивное движение... Даже не спортивное, я ошибся, скандинавское. Скандинавское ходьба, да, с палками, да, вот именно про это. Немного давайте поговорим про ходьбу. Раз такой вопрос. Ходьба – это естественный двигательный акт, к которому мы должны быть приспособлены. Когда мы шагаем, у нас определенный двигательный стереотип возникает. То есть, когда мы шагаем, у нас, например, левая нога впереди, правая рука тоже впереди. Соответственно, противоположные конечности, они должны находиться сзади. И это очень сильно оказывает влияние на нервную систему. Если ходьба правильная, то и нервная система будет функционировать правильно. Если же ходьба как-то страдает, то это тоже будет оказывать влияние на нервную систему. За ходьбу у нас отвечают определенные мышцы. Их много, перечислять их не будем. Но расскажу про некоторые важные факторы, которые оказывают влияние на правильную ходьбу. Помимо того, что рука одна должна быть впереди, противоположная нога тоже впереди при ходьбе, шаг должен быть широкий. То есть, мы должны максимально комфортно, но при этом широко шагать, чтобы включать все необходимые мышцы. Перекат с пяточки на носок должен быть. И при этом мы должны не раскачиваться в сторону, а должно быть вращение корпуса. Таким образом, мы улучшаем биомеханику движения поясничного отдела позвоночника, шейного отдела позвоночника. И нервная система, таким образом, будет получать всю информацию от тела. И все вот эти сигналы, они будут поступать в правильном режиме. И нервная система будет адекватно на это реагировать, что очень важно. При ходьбе с палками, какой нюанс, тело недостаточно хорошо будет вращаться в стороны. То есть, на это нужно делать акцент. Если вы ходите с палками, нужно заставлять себя все равно делать вращение. Бывает так, что я вот иду по улице или бегаю, когда я вижу, что люди ходят с палками, и у них получаются наклоны в сторону. Это не есть хорошо. Это вообще не есть хорошо. Но это неправильная техника скандинавской ходьбы, или что? Или это вообще скандинавская ходьба, она не очень может быть универсальна? Скорее, да, что она не очень универсальна, и она в некоторой степени вот этой физиологичной ходьбе, она несколько противостоит. Просто, если есть намерение ходить вот с этими палками, если получаете удовольствие, то делайте акцент на то, что нужно еще и вращать корпусом. Обязательно. Таким образом, у нас включаются косые мышцы живота, у нас идет вращение позвоночника, что укрепляет его, когда мы делаем наклоны при ходьбе, это будет перегружать поясничный отдел позвоночника, и могут в дальнейшем просто возникать перегрузки, и это будет способствовать появлению тех же самых несчастных грыж в поясничном отделе. Вот к чему может привести, но в целом, вот если говорить, скандинавская ходьба рекомендует или нет, в двух словах, или так вот однозначно вы не можете ответить? Однозначно не могу сказать, потому что это все индивидуально, кому-то действительно ходьба, она вот такая скандинавская нужна. Но я своим пациентам, я рекомендую просто учиться правильно ходить, потому что очень часто пациенты, люди разучиваются вот этим физиологичным правильным движением. — Вообще ходить рекомендуют, вот ведь есть теория знаменитая, там, про 10 тысяч шагов, или там 8 тысяч шагов, вроде бы ВОЗ, кстати, рекомендует 8 тысяч, но потом некоторые приборы, которые у меня есть в том числе, там говорят, надо пробежать или пройти 10 тысяч, вот как вы к этому относитесь? — Ну, у меня у самого пунктик такой, обязательно минимум 10 тысяч шагов пройти. — Кто считает эти шаги? Ну, приборы есть, которые вроде бы там… — У меня в телефоне, да, такой шагомер. — Но это же условно все. — Это все условно, но все равно вы должны придерживаться обязательно вот этих цифр. Особенно сейчас, особенно вот в этом году нас настигла вот такая вот… — Такая вот ерунда. — Ерунда, да, такая история, что… — Великое сидение это происходит. — Великое сидение, когда большую часть… — И лежание еще, и заедание, и запивание. — Поэтому, когда люди сидят на изоляции, конечно, мотивации такой вылезти из дома, выплосить, тем более там… — И вирус ходит, и люди все в масках, и вроде настроения нету, но это провоцирует обострение и возникновение вот этих болевых синдромов. — Поэтому, ну, про сидячий образ жизни мы… — Ну, еще чуть попозже, да. — Чуть попозже поговорим про этот бич человечества. — Но если вкратце, конечно, нужно уделять время движению и обязательно ходьбе. — Если есть рядом какой-то парк, если природа, то это вообще замечательно. — Пройтись с утра или там в течение дня, например, по парку, по природе, то это вообще замечательно. — Вы будете и кислород получать более-менее чистый, так сказать, в условиях из-за мегаполиса. — Ну, а если вы живете за городом, то это вообще прекрасно. — И будете тем самым укреплять нервную систему. — Но ходить нужно правильно, ходить нужно правильно. — Шаг с пяточки на носочек, шаг должен быть максимально комфортным и широким, ротация туловища, и должно быть движение свободно. — А вот вы говорите с пяточки на носочек, а я слышал наоборот, ну, по крайней мере, у спортсменов-бегунов, у легкоатлетов, у них есть такая практика с носка на пятку. Вот как бы бегают на носках, и так вроде бы лучше там снижают вес. — Дело в том, что я тоже знаком с этим мнением, с этим методом, да. — Чуть поближе, Александр, к микрофону, пожалуйста. — Если брать физиологию, моменты физиологические, если брать биомеханику стопы, то правильнее будет все-таки перекат с пятки на носок, чтобы включались все мышцы на стопе. Потому что мы забываем зачастую про важные мышцы, это маленькие мышцы, такие сгибатели пальцев, сгибатель большого пальца стопы, он очень активно участвует при ходьбе. И зачастую мы просто забываем про это. Многие те же бегуны, они, ну, если мы не будем брать профессиональные, да, они плашмя просто вот шлепают ногой и все. У них нет переката с пятки на носок, они плашмя вот так шлепают стопу. — Бабах! — Бабах и все. И можно даже по звуку оценить, что люди... — А от этого страдают, в том числе и колени страдают, и многое что-то. — И колени страдают, и поясничные регионы, и шейные регионы, потому что если стопа не выдерживает нагрузку, то, соответственно, идет нагрузка на вышележащие отделы, на коленный сустав, на тазобедренный, на поясничный регион, на шейный. — А давайте поговорим насчет обуви. Наверное, это важная тема, и к вам вы можете, наверное, дать какой-то совет. — 17.50 в Москве, продолжаем нашу беседу. Александр Березовский, врач-невролог и кинезиолог, сегодня у меня в гостях. Я спросил по поводу обуви, вот какая обувь необходима, чтобы не было, условно, там, плоскостопия и так далее. Потому что иногда врачи говорят, что нужна ортопедическая обувь. Как вы к этому относитесь? Какая обувь? Или нужно конкретного человека эту обувь подбирать? — Касательно плоскостопия. Момент такой, что в сводах стопы участвуют, в формировании сводов стопы участвуют мышцы в первую очередь. Если свод уплощается, есть несколько сводов. Основные — это продольный и поперечный свод на стопе. — Давайте сначала, вот плоскостопие можно вообще вылечить или нет? — Его можно скорректировать. Я бы таким термином располагал. — Оно может быть врождённое, да, плоскостопие? — Может быть, может быть, может быть, наследственно обусловлено. — Наследственно. — Да, да, то есть у мамы, например, плоскостопие и, соответственно, у ребёнка такое же поперечное плоскостопие. Но чем раньше вы выявили у ребёнка уплощение свода стопы, тем скорее нужно принимать определённые мероприятия, чтобы устранять вот эти влияния. — И вот подробнее об этих мероприятиях. Это что такое? — Первое, да, это можно воспользоваться ортопедическими стельками. Они будут где-то разгружать стопу, где-то корректировать нагрузку на неё, потому что может быть нагрузка как на внутренний край стопы избыточная, может быть, на передний отдел стопы избыточной. Да, стельки, они могут это в какой-то степени корректировать. Но я всё-таки остановлюсь на том, что мышцы, они формируют своды стопы, и если, опять же, нарушена работа этих мышц, неправильный тонус, то не работают эти мышцы своевременно, то сколько бы вы там, какие бы классные стельки, какие бы дорогостоящие стельки не были, к сожалению, эта история, она будет сохраняться. Поэтому важно оценивать всё-таки состояние мышц, которые формируют свод стопы, корректировать изменения, которые выявлены в ходе диагностики, потому что зачастую стопы не являются первопричиной плоскостопия, а бывают изменения, которые связаны как с эмоциональным состоянием, если мы говорим про ребёнка, например, так и с нарушенной биомеханикой тазового региона, потому что таз у нас участвует при ходьбе. То есть плоскостопие, потому что он неправильно ходит. Да, да, да. В том числе и уплощение свода стопы, оно может возникать. Или потому что он нервничает. Может быть, да. Стрессы тоже очень сильно влияют, и эмоциональные, в том числе на состояние, на психику, на состояние и на формирование вот этого продольного свода или поперечного свода в стопы. Есть огромное влияние, поэтому это нужно в первую очередь оценивать, а дальше уже назначать упражнения при необходимости. Эти упражнения будут направлены на то, чтобы укреплять вот эти своды стоп и, опять же, правильную ходьбу, правильную ходьбу тренировать. И уже вдобавок можно использовать стельки ортопедические как дополнительный метод. Упражнения вы говорили. Давайте вот конкретно, что посоветуете людям, слушателей, интересуются? Я бы посоветовал, если у человека действительно есть плоскостопие, зачастую у таких людей, у них очень сильные болезненные зоны в подошвах стоп. И эти зоны их нужно разминать, потому что, если есть плоскостопие, уже нагрузка неправильно распределяется на стопу, и человек уже начинает ходить неправильно. Ввиду этого возникают болезненные так называемые... Не только в стопе, да? Не только в стопе. Коленки болят и так далее. Это уже... Пошло-поехало. Это уже пошло-поехало, да. Но вот все-таки болезненные зоны, вот эти стоп, их нужно прорабатывать обязательно. Я своим пациентам рекомендую, ну, купить в магазине сантехники, либо медную трубку, например. Я очень удивился, что сантехники. В магазине сантехники. Это нет в магазине ортопедическом, да? Это есть в магазине сантехники. Медная трубка. Лучше всего медная трубка, потому что если брать вот такие нетрадиционные методы лечения, медь, она усиливает кровообращение, улучшает кровообращение в стопах, в нижних конечностях. Таким образом мы будем препятствовать застойные проявления. Но тут важно учесть, что людям, у которых есть, например, тромбы в венах, им лучше такое не делать. Точнее, я вообще категорически не рекомендую. Но, в принципе, людям, у которых этого нет, то противопоказаний нет. И вы встаете на медную трубочку и, соответственно, прокатываете все болезненные зоны стоп. Это такой не самый приятный метод, потому что поначалу действительно больно дискомфортно. Поэтому тем пациентам, которые вначале неприятны и очень сильно больны, особенно девушки чувствительны к этому, мужчины-то терпят, стиснут зубы, девушки говорят, ну, ой, мне больно. Лучше использовать какой-нибудь теннисный мячик, например. И теннисным мячиком уже прокатывать вот эти вот болезненные зоны. Потом, после этого, нужно уже добавлять упражнения, которые будут направлены на то, чтобы вот эти мышцы, которые формируют продольные поперечные своды, они включались в работу, включались в движение. И уже на фоне этого можно уже рекомендовать ходьбу, чтобы человек ходил, опираясь с пяточки, опять же, перекатываясь с пятки на носок. Тем самым мы будем восстанавливать нормальную биомеханику именно стоп. — Вы упомянули боль. Вот боль — это же детектор, по сути. Но если что-то болит, значит, в организме что-то не так. — Да. — Вот нужно её приглушать какими-то лекарствами, как вы считаете? Есть, наверное, две теории на этот счёт, а может быть, большую. Я слышал две, что нужно или не нужно. — Существует действительно достаточно много теорий, как действовать, когда у человека боль. Если у человека острая боль в скелетно-мышечной системе, в опорно-двигательном аппарате, что-то тяжёлое поднял, то лучше, конечно, дообследоваться в первую очередь. И потом уже... Ну да, я ни в коем случае категорично не отрицаю, что использовать какие-то обезболивающие препараты, их не рекомендуется. Нет. Если действительно боль неимоверная, боль сильная, конечно, нестероидные противовоспалительные, обезболивающие препараты, их нужно применять, но коротким курсом, там 2-3 дня, например. И опять же, в зависимости от вашего состояния, есть определённые противопоказания к приёму обезболивающих препаратов. С другой стороны, если боль не прекратилась, то тут уже тревожный звоночек. — Сразу к врачу. — Сразу к врачу, обязательно. И вообще лучше не терпеть, лучше вот идти к врачу на приём, потому что боль, как говорил академик Анохин, это сторожевой пёс здоровья. Боль, она неспроста возникает, значит, самое время задуматься о своём организме, что-то мы делаем не так. И, возможно, пора выявить те изменения, которые накопились с возрастом в организме, и начать уже работу с собой, начать их устранение. По поводу хронических болей, тут история немного другая, потому что зачастую люди, если говорить про кинезиологов, если они обращаются к кинезиологу, они до этого проходят множество врачей, и неврологов, и ортопедов, и мануальных терапевтов, и специалистов-массажистов. И зачастую они не помогают им, потому что они работают с симптомами. И глушить симптомы беспорядочно, запивая их препаратами, теми же обезболивающими, это может... Бессмысленно, да? Нет, но боль-то, конечно, уходит, но просто... Может, она и уходит на какой-то период времени. Но это не решает глобально вопрос в организме. Приглушает. Приглушает. Опять же боль, но не решает вопрос. Конечно, есть определенные ситуации, те же онкологические процессы, последствия серьезных травм, или тяжелые заболевания со стороны головного или спинного мозга, когда действительно нужны сильные обезболивающие препараты, но по-другому никак, но ничто не помогает в таком случае. Тогда, да, конечно, порой и нужны серьезные наркотические анальгетики, обезболивающие, а порой даже нужно и оперативное вмешательство, чтобы избавить человека от страданий. Но если мы берем обычную ситуацию, когда вот это есть хроническая боль, то лучше все-таки не злоупотреблять обезболивающими препаратами, потому что у человека могут вследствие этого еще и побочные эффекты возникнуть, и один порочный круг за другим сформируется, и просто потом тяжелее будет человеку выкарабка. Какая боль, какая боль. Россия-Турция 2-3. В столице 18 часов 3 минуты продолжаем. Это Вечерний проспект. Нас можно смотреть и слушать. Кстати говоря, смотреть можно YouTube-канал Вечернего проспекта. Кроме того, можно писать сообщение 8 9 8 5 171 69 33 номер для WhatsApp сообщений. Пожалуйста, милости просим. Напомню, сегодня у нас Александр Березовский, врач-невролог, кинезиолог в гостях. Мы вот пока песенка играла, мы пока Rolling Stone спел, мы, конечно, говорили про спорт. Мы вчерашний матч обсуждали с Александром. Увы, впервые там в истории нашей проиграли. Увы, ах. Турции, господи ты боже мой, проиграли. Но играли хорошо. Судья, конечно, сделал игру не в нашу пользу. Ну, мы-то как два эксперта, конечно, футбольных посчитали, что... Диванных. Да-да, два специалиста. Но, если мы уже заговорили про футбол, если мы уже заговорили о спорте, давайте вернемся к нашей основной теме. Медицина и спорт. Вот, безусловно, спорт, профессиональный спорт, он, наверное, не только полезен, но и вреден. Полезен в каких-то дозах, вот, в плане любителей, наверное. Да, если я там бегаю по утрам, то хорошо. Хожу, опять же, с палками со скандинавскими. Наверное, неплохо. В меру, да? Спорт профессиональный. Калечит ли он? Конечно, уважаемые радиослушатели, Никита, спорт – спорт урознь. То есть, если мы говорим про профессиональный спорт, про спорт высоких достижений, когда на кону стоит все для спортсмена, конечно, нужно учитывать, что спортсмен, он испытывает ежедневно колоссальные нагрузки. И перегрузки, даже. И перегрузки. Несмотря на тщательное медицинское наблюдение, на то, что этот организм, казалось бы, подготовлен, это постоянные регулярные нагрузки, все равно организм испытывает огромнейшие перегрузки на свое тело. И это перегрузки как психологического компонента, энергетического, так и… Эмоционального. Эмоционального и со стороны механического фактора, то есть физического. И это все влияет на внутренние органы. И мы опять касаемся вот этих всех звеньев здоровья, про которые я вначале говорил, на основе которых строится понимание вообще здоровья с точки зрения кинезиологии. И поэтому зачастую у спортсменов можно обнаружить множество скрытых нарушений с помощью методов кинезиологии. И спортсмены, они порой страдают от тех же болевых синдромов, от головных болей, от анемений в руках, в ногах, как на протяжении своей карьеры, так и по завершению ее. Все зависит от того, насколько организм приспособлен, насколько у него внутренних ресурсов достаточно внутри себя. Если ресурсов мало, то организм раньше времени сдаст позиции. Если ресурсов достаточно, то пройдет время, и все это аукнется, может быть, по завершению карьеры. Поэтому спортсменам, конечно, профессиональным рекомендую тщательно наблюдать за собой, следить за своим состоянием. И обязательно нужно хорошее, квалифицированное медицинское сопровождение. И я бы рекомендовал, конечно, в штате иметь кинезиолога. Например, вот в Миланском интере, в футбольном клубе, один из таких людей, которые продвигают кинезиологию в настоящее время, это тоже американец, вот он находился длительное время в штате и наблюдал за, так сказать, за состояниями спортсменов. Если видел, что что-то не то, человек как-то неправильно начинает ходить, где-то изменения в тонусах мышц, он это своевременно корректировал. Потому что грамотная, исправная работа скелетно-мышечной системы, нервная система, она влияет в том числе и на рекорды спортсмена. Это тоже нужно иметь в виду. И на результат, естественно, да. Наши специалисты есть какие-то в наших клубах, может быть, известный вам, Александр? Или пока вот вы не знаете. Просто рекомендуется, чтобы кинезиолог был. Да, я рекомендую, конечно, чтобы кинезиолог был. Это и если брать специалистов, конечно, это и тот человек, который продвигает кинезиологию, это и Васильева Людмила Фёдоровна, мой учитель. Да, она заведует сейчас кафедрой, но она сейчас в основном занимается преподаванием на кафедре. В основном все ученики Людмилы Фёдоровны, врачи, они работают в тех или иных учреждениях. Насчёт того, работает ли кинезиолог в спортклубе, не могу сказать, поскольку там в основном работают либо неврологи, либо спортивные врачи, либо мануальные терапевты. Зачастую, да, спортивные врачи, они владеют методами кинезиологии или реабилитологии. То есть приходят действительно на обучение люди, которые имеют образование по спортивной медицине, и которые уже совершенствуют свои навыки, используя затем методы прикладной кинезиологии, что очень, конечно, здорово. Спорт бывает разный, бывает контактный, бывает бесконтактный. Наверное, контактный это тяжелее. Ну, в данном случае в футбол, если, то там соприкосновение ноги и ноги условно происходит, и травму получить гораздо проще. Да. Если вот какие-то рекомендации вы можете давать, вот ребёнку, например, он хочет заниматься спортом, и родители его отправляют, к вам приходят, и вы говорите, вот в футбол лучше его не отдавать, потому что то-то и то-то, а этого лучше отдать, там, не знаю, на теннис. Да, зачастую родители спрашивают о том, какой вид спорта лучше отдавать. Какой вид спорта, да, посоветуете? Тут, конечно, нужно иметь в виду, что разный спорт имеет с собой разные подводные камни. То есть, например, большой теннис, если мы берём, то это однорукий вид спорта. Ну, понятно, да. И травмы, конечно, кисти, да, там. Ну, травмы кисти, конечно, но то, что человек в основном работает одной рукой, это будет перегружать, соответственно, определённые группы мышц. А другая сторона, она меньше будет включаться в работу, это тоже будет вызывать определённые нагрузки. Если у ребёнка сколиоз, к примеру, выраженный, то есть искривление позвоночника, то и стоит вопрос о том, отдавать ребёнка в секцию большого тенниса, я бы рекомендовал всё-таки двурукий вид спорта. Гребли какая-нибудь, да? Какая-нибудь гребля, да, например. Но опять же, не на каное, когда вот одновесенный вид спорта, а на байдарках, например, вот когда грести его. А показали вы, кстати, не байдарки сейчас, это скорее лодка была. Байдарка, по-моему, всё-таки вот так. Да, я не специалист в этом, я примерно так представляю. Но, тем не менее, чтобы было вот такое вот, чтобы подкременно хотя бы одной, потом другой рукой работали. Касательно контактного вида спорта, тут опять же много нюансов. Если родители вот прям, ну, хотят, чтобы ребёнок в контактах участвовал, каких-то единоборствах. Борьба там какая-то, бокс. Да, да, то тут следует задуматься, что будет с человеком впоследствии 40-50 лет. Если ребёнок будет на соревнованиях выступать, периодически получать, так сказать, пропускать удары, то, наверное, это не очень хорошо. Если же ребёнок будет заниматься для себя, для здоровья, как говорится. Для здоровья, под контролем тренера, то я ничего против не имею. Я сам боксом занимаюсь. То есть, и... Но я это делаю чисто для себя. Хорошо, для здоровья рекомендуете ли вы там начать заниматься спортом лет 40-45, 50-60? Конечно. Для здоровья. Конечно. Для здоровья. Но не поздно ли начинать? Только непрофессионально. Непрофессионально? Непрофессионально, чисто для себя. Да, потихоньку, полигонку. Поддерживать своё состояние в движении обязательно, потому что спорт, спортивные нагрузки, они приносят огромное количество положительных эмоций, эндорфинов и дофамина. И вот эти вот гормоны, они, выбрасываясь в кровь, они обеспечивают и хорошее самочувствие, и снижают артериальное давление. Но, опять же, всё индивидуально. И всё хорошо в меру. Соизмерять нужно нагрузки. То есть, если человек до этого 5 лет не занимался ничем, и тут пошёл, и 100 килограмм вдруг пожал, то это будет плохо. Хэллоу. Это хэллоу, да. Да, хэллоу. Нужно постепенно-постепенно вырабатываться в режим. И также и с бегом нужно начинать там со 100 метров, с 200, а потом постепенно-постепенно уже планочку поднимать. То есть, всё как везде. Когда начинают, дети приходят в спортшколу, тоже не сразу дают им пробежать эти километры. Да, при этом я бы рекомендовал, конечно, людям, особенно старшего возраста, это поддерживать всё какими-то растяжками. Например, я вот сам занимаюсь по утрам так китайской гимнастикой, цигун. То есть, хотя бы по 15 минут в день уделять укреплению организма. В том числе это и дыхательная гимнастика? Там и дыхание используется, и укрепление энергетического составляющего, и растяжка тех же нервных тканей, растяжка мышц. Это всё будет способствовать нормальному току движения. И энергетическому, и кровотоку гармонизировать будет работу нервной системы, и работу внутренних органов. Поэтому, например, люди, занимающиеся цигуном, вот в Китае, когда вот эта пандемия была коронавирусом, всех врачей в больницах заставляли заниматься цигуном. Выводили прям, чуть ли не флешмоб такой был, потому что это и иммунную систему тоже укрепляет. Но от коронавируса, увы, и не помогает всё-таки. Хотя, наверное, вы знаете, кто знает? Сейчас ничего неизвестно. Ладно, мы продолжим нашу беседу, сейчас сделаем опять музыкальную паузу. Ну, продолжаем. Александр Березовский сегодня у нас в гостях. Это врач-невролог-кинезиолог. Я обещал, Александр давно обещал уже, что мы будем говорить о тренажёрах. Вот у вас в кинезиологии есть тренажёры. Это что такое? Это велосипеды какие-то или что? Я вас разочарую. Ничего интересного. Да, к сожалению. Но очень важно. Как таковых тренажёров в кинезиологии нет. Это есть кинезотерапия, то есть лечение движением. И существует такое заблуждение, действительно, довольно весомое, что тренажёры, они лечат боль, что они лечат болевые синдромы в опорно-двигательном аппарате. И в некоторых даже учреждениях приветствуют, ну, и считают нормальным, что человек выполняет движение через боль. То есть тянет груз, у человека возникает боль. Например, пришёл человек с болями в плечевом суставе, не может поднимать человек нормальную руку. О чём это говорит? Что какая-то мышца неправильно включается в работу. И в результате этого перегружаются другие мышцы, которые не совсем приспособлены к этому движению. А мы сажаем человека за тренажёры и пытаемся его заставить, чтобы он выполнял это движение, к которому организм по какой-то причине не приспособлен. Нужно в первую очередь выяснять, от чего же возникли вот эти нарушения, от чего же возникла боль. И тогда эти тренажёры, они будут не калечить, а наоборот восстанавливать. Но всему своё время. Нужно сначала определить, почему мышца расслабилась, которая отвечает за вот это движение, за поднятие руки. К примеру, возможно, это влияние, опять же, со стороны нервов, где-то нервы пережат. Возможно, влияние, как я говорил, со стороны внутренних органов. Возможно, влияние со стороны эмоционального фактора. И когда уже мышца работает, тогда уже можно постепенно давать упражнения. Сначала с собственным грузом, чтобы мышца постепенно включалась в правильный двигательный акт, а потом уже давать определённые упражнения, да, на тренажёрах. И тогда тренажёры, они будут лечить и корректировать организм. Мы терпим боль или нет? Если боль, то всё. Прекращаем условно тренировку. А терпеть в плане выполнения... Смотрите, давайте вот я пример из жизни, из своей физкультурной жизни, даже из школьной жизни, когда мне было, там, не знаю, 13 лет или 14, я помню, физрок со свистком говорит, сегодня бежим 2 километра или 3. Пробежали, мышцы болят, естественно. И вот, чтобы они не болели, на следующий день мы снова пробежали. И пошли ещё в баню. И нам стало намного легче. Вот нужно терпеть, нужно ещё раз бежать, если мышцы болят, условно говоря. Кислота там вырабатывается, но вам лучше знать. Да, дело в том, что когда нагрузка, когда человек не приспособлен к какой-то нагрузке, у него появляется боль. У него появляется боль, но это немножко другая боль, о которой вы говорите. Когда выделяется молочная кислота, это говорит о том, что организм закисляется, просто немножко обмен веществ переходит на другой уровень. Просто организм немножко не приспособлен к этой нагрузке. Да, лучше сделать перерыв, если организм как-то не подготовлен к излучшенному нагрузку. А, то есть вы стянете, что здесь лучше отдохнуть как раз всё-таки. Я не тренер, тренеру нужно составлять тренировочную программу, тренировочный процесс. Но как врач я говорю, что лучше всё-таки денёк переждать. Восстановиться, порастягиваться, а потом уже снова в бой, снова заниматься упражнениями. Если мы говорим про ту ситуацию, когда человек, например, приседал со штангой, и у него где-то заломило поясницу, он такой махнул рукой и сказал, да, Господи, подумаешь, с кем не бывает. И пошёл дальше тягать вес с той же нагрузкой. Я это категорически не приветствую. То есть молочная кислота – это ерунда по сравнению с той болью со штангой. Да, поскольку здесь причины совершенно другие. Это может быть как сдавление нервов, это может быть возникновение, вот этот эпизод, когда возникла вот эта грыжа. И если человек ещё больше будет усугублять вот это состояние, просто перегрузится и окажется потом, ну, либо на койке в неподвижном состоянии, либо нужно будет применять какие-то очень серьёзные меры. Поэтому я вот всем рекомендую обращать внимание на своё тело, на своё самочувствие. Если где-то возникает, тем более, острая боль, то лучше вот эту вот историю оставить до поры до времени хотя бы. Ну, у врача какой главный принцип? Не навредить. Не навредить, конечно. Вот так же, когда человек занимается спортом, наверное, главный принцип – не навредить здоровью. Не навредить самому себе. Потому что вот эти рекорды, они потом все обернутся тем, что просто человек будет страдать от болей. Это страдать в лучшем случае, наверное. Потому что можно стать даже инвалидом. Не хочется об этом говорить, но, увы, даже знаем, наверное… К сожалению, бывают такие случаи, когда люди переоценивают своё состояние и считают, что они супермены, всё могут, но, к сожалению, не всё так просто. Но, к сожалению, суперменов нет. Да, есть люди. Александр нам всё рассказал. Спасибо, скоро продолжим нашу беседу. Вот, включил микрофон, наконец-то, 18.23. Александр Березовский сегодня пришёл к нам в студию Вечернего проспекта, за что, кстати, огромное спасибо. Приятная беседа. Я думаю, что наши зрители и слушатели, которые сейчас настроились, они получают удовольствие от нашего разговора и полезную информацию получают. Так, мы поговорили о спорте. Мы поговорили о тренажёрах. Но мы не поговорили. Вот я прочитал в Инстаграм. Всё было прекрасно, пока мне не стукнуло 40 лет. Так пишет какой-то пациент. Вот стукнуло 40, и всё изменилось. Человек рассыпался, как он сам написал. Буквально за год я рассыпался. Наверное, к вам с такими словами, Александр, приходят многие пациенты. Почему человек рассыпается? Наступает какой-то возраст, действительно, как помните в известном фильме. В 40 лет жизнь только начинается. А у кого-то всё рассыпается. А у кого-то начинается в 50. Я бы не сказал, что все или большая часть пациентов обращаются с такими словами. Но действительно, такие ситуации бывают. Нет, просто кто-то в 40, кто-то в 50, кто-то в 60. Но человек иногда испытывает, что вот всё пошло не так. Надо к врачу обращаться постоянно. Раньше было всё окей. Стремительно могут нарастать какие-то симптомы. Если мы берём опорно-двигательный аппарат, могут появляться боли в пояснице, не затихающей. Потом боль в шее, потом в суставе. Это всё постепенно-постепенно усугубляется. Да, есть такие ситуации. И тут я бы не говорил про возраст. Потому что, как мы уже с вами обсуждали, что есть люди, которым и в 70 лет которых ничто не беспокоит, и выглядят себя вполне достойно. И, в принципе, к врачам на протяжении жизни особо и не обращались. Там мало ли только зуб удалить. И это обусловлено в том числе и наследственными факторами. Генетикой. Генетикой, да. Что передаётся от поколения. Конечно, считается, что процентов 20 только генетических. Генетика влияет на процентов 20. А всё остальное внешние факторы. Внешние факторы, внешняя среда. Но даже если человек придерживается здорового образа жизни, если он придерживается здорового питания, зачастую он сам не может выбраться из этого порочного круга. Да, приходят пациенты, которые говорят, вот всё как-то накопилось, хотя я вроде и вегетарианец, и булки не ем, и сладкое не ем, и продукты какие-то не ем, и слежу за собой, и травм никаких не было, а всё равно что-то не то. Дело в том, что, опять же, если брать слова моих учителей, Бог всё простит, тело никогда. Это говорит о том, что тело всё запоминает. Любую ситуацию в жизни, падение, стрессовую какую-то ситуацию, недосказанные эмоции, какой-то инфекционный процесс, тело может в какой-то момент воспроизвести вот эти вот пережитые состояния, через 20 лет, через 30 лет, это может всё сказаться на самочувствии человека. И тогда уже появятся вот эти вот симптомы, которые когда-то человек не испытал, но они появились спустя 20 лет. Объясню почему. Потому что, почему человек мог не испытать вот эти нарушения, когда был молодой. Потому что организм человека обладает определёнными ресурсами внутренними, который помогает ему бороться, сопротивляться вот этим внешним факторам. Внешний фактор в виде психологических нагрузок, в виде пищевых каких-то, инфекционных влияний, в виде физических, механических стрессов. Ну, то есть в молодости человек лучше восстанавливается, условно говоря. Дети вообще, да, это мы прекрасно знаем, что раз заболел, и слава богу, всё прошло. Да, да. А вот во взрослом возрасте уже не всё проходит. Увы, ях. Увы, и поэтому появляются вот эти симптомы, когда ресурсы заканчиваются в организме, когда уже способность бороться, она заканчивается, тогда и постепенно-постепенно это накапливается. И наивно полагать, что ресурсы у человека, они бесконечны. Да, когда молодой кажется, я сам по себе это чувствовал какое-то время, что пока молодой, можно и там марафоны пробегать, и всё хорошо, и сейчас молодой, и всё хорошо. Но потом приходит какое-то осознание, что это всё не бесконечно. Ну, то есть бережёного бог бережёт. Бережёного бог бережёт, и нужно как можно раньше заниматься собой, не только придерживаясь там здорового образа жизни, каких-то гимнастик, тех же китайских там, или каких-то других, которые по душе, ну и в том числе периодически хотя бы вот наблюдать за собой, ну, как мы говорили, тихосмотр проходить, сняли с языка. Вот напомните, кстати, например, нас слушают сейчас и хотят обратиться к вам. Как это можно сделать? Где вас найти, кроме как в интернете, в Инстаграм? Вот куда можно позвонить, чтобы к вам записаться на приём? Я работаю в медицинском центре профессора Васильева Людмилы Фёдоровны. Это центр кинезиологии и мануальной терапии. Центр называется Кинезио. Находится станция метро Коломенска, проспект Андропова, дом 40. Можно туда позвонить и записаться на приём. То есть там по телефону существует запись некая? Да, да. Можно через меня непосредственно, то есть через Инстаграм. Тоже самое будет. Много ли у вас специалистов там? Порядка 10 человек. То есть центр не очень большой, но медицинспециалисты, они действительно очень хорошие. То есть я прям, я очень рад, что работаю с ними. Как Александр стал врачом, и в частности врачом-кинезиологом, мы об этом будем говорить через некоторое время. Ну мы продолжаем. Это программа «Один на один. Вечерний проспект». Александр Березовский. Врач-невролог, кинезиолог у нас сегодня в гостях. Я хотел бы узнать. Вообще в начале программы, наверное, стоило бы об этом поговорить, но я решил на финал это как бы оставить. Как, Александр, вы стали врачом? И в частности врачом-кинезиологом. Вот я знаю, что родились в Петербурге, да? Или там жили долгое время просто? Да, да. В Питере. Всё питерский. Культурный человек. Сразу видно культурного человека. Так, ну пожалуйста, биография. Ну если коротко, на самом деле, у меня в роду много врачей. Это по папиной линии бабушка и тётя, и муж тёти. По маминой линии. Это непосредственно мама, врач-педиатр, невролог детский. Дедушка работал, вёл историю КПСС в педиатрическом университете. Ну и, наверное, по призванию я пошёл и по стопам родственников, пошёл врачом, но и желание... Поэтому Александр стал врачом совершенно случайно, как вы понимаете, в вашей высоте. Тем не менее, с первых курсов мне не очень нравилось то, что преподают. Когда начались клинические дисциплины, акцент делали на то, как убирать симптомы. Нет, давайте мы... Вы закончили там школу. Да, да, да. Пошли в медучилище. Медицинский университет. Медицинский университет. Да. Так, красный диплом? Нет. Нет, всё, всё. Нет, у меня чуть-чуть не дотянул до красного, но... Но учился хорошо, в общем-то, всё нормально, по специальности невролог. Да, пошёл в неврологию, пошёл в неврологию, прошёл переподготовку и работал несколько лет в стационаре уже врачом-неврологом, в основном работал с экстренными больными, с экстренными ситуациями. Но в какой-то момент пришло понимание, что неврология, она действительно прекрасная наука, она хороша тем, что она хорошо диагностирует, выявляет нарушения, но лечить, к сожалению, неврологию, вот именно восстанавливать человека, она не способна настолько, насколько хотелось бы. И поэтому я искал что-то новое, я искал это со студенческой скамьи, вот сначала приглянулась неврология, и потом я уже стал двигаться дальше, совершенно случайно, я увидел на Ютубе лекцию своего профессора Василию Людмилу Фёдоровну, и сразу, не откладывая, отправился вот в Москву на обучение. А что это была за лекция, что она так заинтересовала? Это совершенно был иной подход к пониманию причин, вообще от чего возникают болезни. То есть рассказывалось о том, почему не нужно воздействовать на мышцы, которые спазмировались, а нужно восстанавливать те, которые расслабились. Как вот этот мышечный тест, он может, ну, иметь такую диагностическую ценность, выявить такие нарушения в организме. Я вначале в это не особо поверил, но меня заинтересовала вот именно... Методика новая. Да, и её настрой. Она, вот Василиева, она очень хорошо заряжает, и это даже передалось через камеру. Мне вот просто любопытно поначалу стало, насколько эта методика, она эффективна. Я когда приехал, я стал проходить эти обучающие семинары, параллельно работая в Петербурге, и в какой-то момент, ну, я практиковал одновременно, там, сначала со своими близкими, потом постепенно стал работать уже по мере того, как я получил сертификат мануального терапевта, и врачом-мануальным терапевтом, используя методы кинезиологии, ну, и потом судьба так распорядилась, что я оказался... Сейчас Васильева начальник. Ну, она на кафедре работает, да, но при ней практически, да, я работаю, просто совершенно случайным образом оказался в центре. Ну, вот привет ей давай передадим. Да, Людмила Фёдоровна, вам огромный привет я передаю, вам большая благодарность от меня, ну, и от моих пациентов, которым я помог. Вы невероятный человек, спасибо вам за всё, что вы делаете для всех нас, для врачей, и для окружающих людей. И это прям замечательно, не передать вам словами, как я благодарен. Вот Александр стал прям улыбаться, когда заговорил о своём руководителе, это очень приятно, и чувствуется, что Александр влюблён в кинезиологию. Можно так сказать, что влюблён, что фанат своего дела? Да, конечно. Есть у меня вопрос, ладно. Какие инструменты использует врач-кинезиолог для выявления нарушений в организме? Ну, мы этот вопрос в целом обговорили, но я ещё раз озвучу, потому что это действительно очень важный и очень интересный вопрос. Действительно, с помощью таких методик можно оценить многое в организме. Это и оценка положения тела человека, какие регионы у него вызывают перегрузку. Например, шея у человека выставлена вперёд. Это уже говорит о том, что где-то есть нарушения, и, возможно, у человека есть боли в шейном отделе позвоночника и в плечевых, например, суставах. Также оценка ходьбы, как человек двигается, оценка работы конечностей рук, ног, поворота головы, например, тоже может дать определённые предпосылки к тому, от чего развились те или иные симптомы. И, конечно, это мануально-мышечный тест. Это основной метод диагностики в прикладной кинезиологии. С помощью мышц, как мы выяснили, можно оценить очень много в организме. Мышцы взаимосвязаны между собой, между внутренними органами, и через состояние мышц можно оценить ту же нарушенную работу внутреннего органа. Или, например, эмоциональное состояние. Если человек приходит, ну, например, с жалобами на кишечник, ещё на что-то со стороны органов желудочно-кишечного тракта, то можно протестировать мышцы, которые связаны с этими органами, и уже оценить, насколько организм приспособлен к тем же пищевым нагрузкам, к другим факторам, и уже, опираясь на это, восстанавливать внутренние органы. Прикладная кинезиология – это не только диагностическая, но ещё и лечебная, конечно, методика, потому что мы же врачи, и лечением тоже непосредственно занимаемся. Но в первую очередь уделяем акцент диагностики. А давайте вот примеры. Я помню, кстати, в Инстаграм у вас, в Инстаграм был такой вопрос. Одна нога короче другой от рождения. Такое, увы, бывает. Вот вы как-то поможете человеку в этой ситуации? Ну, смотря с чем. Конечно, если одна нога короче другой с рождения, то мы говорим об анатомических изменениях. И смотря с чем помочь. Если у человека появляются боли на этом фоне… Ну, человек условно хромает, да, если так? Зачастую в таких случаях используют уже компенсаторы под нижнюю конечность укороченную, но при этом восстанавливают и правильную работу нижней конечности, потому что зачастую люди обращают на такие изменения даже не в подростковом возрасте, а уже в взрослом состоянии. Бывают такие пациенты приходят и в 20, и в 30 лет, узнают, что у них оказывается нога короче другой, и они начинают как-то самостоятельно эти изменения корректировать и получают болевые синдромы на фоне того, что… Вообще это достаточно частое явление, да, как я понимаю? Ну, чтобы… Такая уж редкость. Ну, чтобы… Тут вопрос, на сколько еще, да? Вот все. Чтобы прям вот укороченная нога, она прям сильно влияла на организм, я бы не сказал, что это очень часто. Зачастую, скорее, есть относительное укорочение ноги. Относительное укорочение, оно отличается тем, что ноги-то одинаковые по своей длине, но ввиду каких-то изменений, например, перекоса таза, изменения в биомеханики в работе тазового региона, потому что бедра у нас крепятся к тазовому региону, это может, соответственно, влиять на состояние ног. Вообще в норме считается до 5 мм вот это укорочение, оно считается в пределах нормы. Что выше, то уже нужно подозревать какие-то другие изменения, поэтому тут может быть и анатомическое укорочение, и относительное. Относительное нужно восстанавливать, да, действительно, кинезиологическими методиками, восстанавливать работу биомеханику тазового региона, ну и смотреть, что с ногами, потому что некоторые, например, спазмированные мышцы, некоторые расслабленные, их нужно тоже восстанавливать, чтобы укорочения не было. Сейчас мы послушаем еще раз песню, еще одну песню, а потом будем говорить на тему, как часто, ведь мы часто сидим, увы, 21 век, мы все сидим. Вот, к чему это может привести? Давайте после песни. Вечерний проспект, один на один, я напомню, Александр Березовский, врач-невролог и кинезиолог у нас сегодня побывал, побывал, потому что время подводить итоги, но одна тема очень важная, 20-й год, 21-й век. Мне кажется, это вообще название для романа, как 20-й год, 21-й век. Скорее всего, лет через сто напишут. Зачем? Можно начинать уже. Можно историю писать. Прямо после эфира, да. Так вот, великое сидение у нас было, когда был карантин, вот официальное сидение, сейчас кто-то на удаленке, кто-то не на удаленке. Тем не менее, мы сидим, и это происходит постоянно. И даже не в 20-м году мы сидели, а уж в 20-м году насиделись, не дай бог, как говорится, никому. Что с этим делать? Как с этим бороться? И как это влияет вообще на организм? Вот это великое сидение, и не только великое. Да, Никита, вы очень правильно выразились. Действительно, великое сидение, но можно действительно очень сильно пересидеть, что вследствие этого тоже возникнут потом нарушения со стороны организма. Вообще, сидячий образ жизни – это, конечно, бич современного человечества, потому что раньше, когда люди жили не в мегаполисах, а в сёлах, когда была трудотерапия, можно сказать, с 5 утра выходишь на поле, косить траву, собирать урожай, конечно, люди таких неприятностей не знали. Но в 21 веке немножко история другая, ситуация другая, и 20-й год нам очень сильно этому подсобил, так сказать. Что могу сказать? Ещё и у компьютера сидим, это тоже вот и осанка неправильная, и всё время у компьютера. Сейчас вообще и о мобильный телефон, он становится нашим другом, увы, наверное. Да, лучшим другом. Лучшие друзья, девушка, это бриллианты раньше были, а теперь мобильный телефон. Что хочу сказать про сидячий образ жизни. Если коротко, проводили исследования американские учёные, они работали со спортсменами в штате, со спортивной командой, и спортсмены, несмотря на регулярное наблюдение спортивных врачей, физиотерапевтов, несмотря на вот эти спортивные нагрузки, они испытывали болевые синдромы периодически. И учёные задались вопросом, а, собственно, что не так происходит? Вроде всё контролируем, всё корректируем, и всё равно всё возвращается на круги своя. Дело в том, что они проследили распорядок дня у спортсмена, и оказалось, что, да, они там два часа уделили время тренировке, остальное время там они лежат, кушают чипсы, сидят, играют в игры, лежат с телефоном, то есть занимаются совершенно... То есть тоже неактивны. Неактивным, да, образом жизни. И то, что люди считают, что вот я там бегаю час в день, или хожу в тренажёрку, или плаваю в бассейне час, это... Этого достаточно? Этого достаточно. Ничего подобного? К сожалению, нет. Ничего подобного, потому что никто не обращает внимание на то, что большинство людей, они 8 часов в день сидят на рабочем месте. Если мы говорим про работников офисов, про водителей, про других специалистов, которые вот трудятся сидя, это, конечно, большая проблема. Почему... Отсюда и заболевания. Отсюда зачастую... Ну, я бы не сказал, что это заболевание, но сидящий образ жизни, он способствует... Заболеваниям. Заболеваниям. Кстати, каким? Не будем. Их много, я опишу просто, что происходит с организмом. Когда мы сидим, долго сидим, не отрываясь от сидения, происходят застойные явления со стороны органов малого таза. Застаивается кровь, не разгоняется. Это способствует тому, что нарушается отток крови, в том числе от нижних конечностей. Это будет способствовать варикозному расширению вен, хроническим воспалительным процессам со стороны органов малого таза, репродуктивная система. Это может перегружать также позвоночник. Учитывая, что мы сидим как-либо вытянув шею вперёд, если мы там сматриваемся в монитор, руки у нас как-то лежат вот как-то нефизиологично на протяжении нескольких там даже восьми часов, то, конечно, это пагубно сказывается в принципе на весь организм. А если задуматься, что человек ещё и неправильно дышит при этом, потому что сидя... Неправильно диафрагма работает. Неправильно работает диафрагма зачастую. У человека всё сжато здесь. Грудная клетка не работает, человек начинает дышать именно над плечами. И это опять же перегружает шейный отдел позвоночника, перегружает, сдавливает нервы, которые питают в том числе и внутренние органы. И это будет тоже влиять на состояние в принципе всего организма. И основные рекомендации, да, могу-ка рекомендации... Да, вот хотелось бы понять, можно ли правильно сидеть? Правильно можно, конечно, сидеть. Я рекомендую вообще своим пациентам приобретать такой фит-диск, называется. То есть это плоская такая штука. Она немножко надувается, и вы её кладёте под таз в себе и сидите. Чем она хороша? Что это как неустойчивая такая опора для организма. И вы когда садитесь на него, таз начинает искать положение. Правильно, чтобы занять устойчивое нормальное положение. Включаются мелкие мышцы, которые отвечают вот именно за равновесие мышцы в тазу. И это будет препятствовать именно вот застою кровотока со стороны органов малого таза и вообще в принципе тазовой полости. И к тому же фит-диск будет укреплять в принципе биомеханику тазового региона. Организм пытаться будет постоянно включать необходимые мышцы. Но при этом, если вначале вы будете акцентировать на это внимание, потом постепенно уже всё войдёт в привычку. Это первое. Второе, всё-таки рекомендую делать хотя бы раз в полчаса перерывы. Вот мы сегодня с вами не сделали, это моё упущение. Ах, как же так, Александр! Вот так. А надо было сделать перерыв, сходить за чаем, за кофе, потому что в течение 30 минут ещё более-менее можно сидеть, но потом лучше походить, размяться по возможности, опять же сходить там попить водички, подышать животом, походить, поразминаться и потом обратно садиться. Ну и так вот раз в полчаса делать вот такие вот процедуры. Учиться правильно дышать, то есть диафрагмальное дыхание включать. Я у себя в Инстаграме этой теме посвятил несколько постов, так что если интересно, обязательно посетите и ознакомьтесь, и практикуйте. Ну и движение и ходьба, это тоже очень важно влиять. Гигиена позы, она кардинально меняет состояние человека. Собака неправильна гигиена поза, а правильно физиологично, когда монитор на уровне глаз находится, когда глаза смотрят на верхний край монитора, когда мышка не где-то далеко, она вот перед собой находится, когда клавиатура тоже рядом, не где-то там далеко, когда не приходится тянуться головой вперёд. Это всё тоже очень-очень важно. В общем, будьте активны, дорогие телезрители и радиослушатели. Обращайтесь к Александру. Инстаграм напомните, Александр, пожалуйста. Собака-кинезиолог Пробел Берц. Зет последняя. Врач-невролог-кинезиолог Александр Березовский у нас сегодня в гостях побывал. Спасибо огромное, было чрезвычайно интересно, мне было очень приятно. Взаимно, Никита, спасибо, уважаемые радиослушатели. Было приятно. Когда в следующий раз вы к нам придёте, мы сделаем непременно перерыв. Обязательно. Да, обязательно. Спасибо, счастливо.